Приветствую всех зрителей канала Техноарена! С каждым годом наблюдается тенденция к росту диагонали экранов у смартфонов, и это неудивительно, ведь на большом дисплее гораздо удобнее смотреть различный контент. Тем не менее, компактные смартфоны не теряют своей актуальности, и в этом видео я расскажу вам о 8 лучших смартфонах с диагональю экрана от 5 до 6,3 дюйма. Я отмечу ключевые особенности каждого смартфона, а также оставлю в описании под этим роликом ссылки на специализированные ресурсы, перейдя на которые вы сможете узнать стоимость всех героев данного топа. Не будем тратить время понапрасну. Подписывайтесь, если еще не подписаны на Техноарену, чтобы быть в курсе выхода новых рейтингов и сравнений смартфонов, а также жмите палец вверх и пишите комментарии. А я тем временем начну. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно. Apple iPhone 12 mini. Первый герой нашего топа Apple iPhone 12 mini. Маленький да удаленький, вот что можно сказать об этом смартфоне. Экран у него диагональю 5,4 дюйма, при этом он оснащен матрицей Super Retina XDR высокого разрешения, обеспечивающей отличную цветопередачу и широкие углы обзора. А еще у экрана высокий запас яркости, достаточный для отчетливого отображения информации на улице днем. Несмотря на свою компактность, iPhone 12 mini оснащен мощным железом. Установленный процессор A14 Bionic и оптимизированная операционка iOS 14 обеспечивают быструю работу устройства в любых сценариях использования. В плане фотосъемки iPhone тоже не разочарует. Парочка 12-мегапиксельных камер на тыльной стороне позволит делать качественные фотографии в любых условиях съемки, а также записывать видео в разрешении 4К. Ну а 12-мегапиксельную фронтальную камеру с ее широким функционалом. По достоинству оценят любители делать селфи. Из других достоинств этого смартфона стоит отметить защиту от воды и быстрое распознавание владельца через Face ID. Слабым же местом смартфона является его батарея. При активном использовании до вечера он не доживет. Благо, что смартфон поддерживает быструю зарядку. Далее у нас идет флагманский смартфон компании Samsung Galaxy S21. Диагональ его экрана составляет 6,2 дюйма, поэтому смотреть видео и читать на таком экране очень комфортно. Также стоит отметить, что экран смартфона имеет отличную цветопередачу, широкие углы обзора и частоту обновления 120 Гц, благодаря которой достигается высокая плавность интерфейса. Подтормаживаний при работе смартфона не наблюдается. Все запускается и работает очень быстро, в том числе и игры, за что стоит сказать спасибо высокопроизводительному процессору и 8 ГБ оперативы. Встроенной памяти в Galaxy S21 может быть 128 или 256 ГБ, но если вам этого покажется мало, то можно будет установить карту microSD. Из других достоинств этого смартфона стоит отметить выдонепроницаемый корпус, хорошую автономность, видеосъемку 8К, поддержку быстрой и беспроводных зарядок, ну и конечно же нужно отметить камеры. С тыльной стороны у Galaxy S21 находится парочка 12-мегапиксельных модулей и телеобъектив с разрешением 64 Мп, обеспечивающий высокую четкость объектов на снимке даже при снимке с большого расстояния. Причем снимает смартфон одинаково хорошо как днем, так и ночью. В общем, если нужен компактный флагманский смартфон, то стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S21. Далее у нас идет Huawei P40. Он является флагманским смартфоном компании, поэтому, несмотря на свою компактность, обладает мощной начинкой, обеспечивающей ему высокую производительность, а также отличное качество снимков. Экран у него оснащен OLED-матрицей диагональю 6,1 дюйма, обеспечивающий отличную цветопередачу, высокую яркость и широкие углы обзора. Общее впечатление от экрана может испортить разве что большой вырез, в котором расположена фронтальная камера и инфракрасный сенсор. К счастью, их можно будет спрятать, затемнив пустые области вокруг выреза. Что касается съемки, то фотографирует Huawei P40 отлично. Основной сенсор камеры у него имеет разрешение 50 Мп, с ним в паре работают 16-мегапиксельный широкоугольный модуль и 8-мегапиксельный телеобъектив, который поддерживает трехкратный оптический зом. А фронтальная камера у него на 32 мегапикселя. Смартфон имеет оптическую стабилизацию, кучу режимов для съемки в любых условиях, а также позволяет записывать плавные видеоролики в разрешении 4К. Любителям часто снимать Huawei P40 точно понравится, да и в плане производительности он тоже не разочарует. Мощный процессор Kirin 995G обеспечивает быструю работу в любых сценариях использования. Единственное, что может разочаровать в этом смартфоне, так это отсутствие сервисов Google. Впрочем, если для вас их наличие не обязательно, то Huawei P40 станет отличным вариантом для покупки. Следующий герой нашего топа – Honor 30i. Это среднебюджетный смартфон, который оснащен экраном диагональю 6,3 дюйма с OLED-матрицей, который обеспечивает отличную цветопередачу, широкие углы обзора и комфортное чтение даже на минимальной яркости. Сердцем этого смартфона является процессор Kirin 710F. Рекордов производительности он не оставит, так как это довольно старенький чипсет, но интерфейсы приложений на смартфоне работают быстро, и даже многие требовательные игры на нем работают без лагов. Правда, не все и не на высоких настройках. А еще в нем нет сервисов Google, что для некоторых пользователей может быть ключевым критерием при выборе. Зато Honor 30i демонстрирует хорошее время автономной работы и без проблем функционирует целый день без подключения к розетке, даже при активном использовании. И заряжается его батарея на 50% всего за полчаса. Ну а что касается фото возможностей этого смартфона, то он получил основную 48-мегапиксельную камеру, которая обеспечит хорошее качество снимков даже в условиях недостаточного освещения. Напомню, что посмотреть стоимость всех героев данного топа вы можете на сайтах, ссылки на которые я оставил в описании. Honor 9S – это бюджетный смартфон, очень компактный и легкий. Пользоваться таким будет удобно даже ребенку. Диагональ экрана у него 5,45 дюйма, при этом разрешение составляет 720 на 1440 пикселей, так что изображение будет четким. Кроме того, изображение хорошо просматривается под разными углами обзора. Общие впечатления от экрана портят разве что широкие рамки, но учитывая стоимость смартфона, на это можно закрыть глаза. Как и на качество съемки. Разве что при хорошем освещении на 8-мегапиксельную камеру смартфона удастся сделать более или менее приличный снимок. За производительность Honor 9S отвечает процессор Mediatek Helio P22, который трудится в связке с 2 гигабайтами оперативной памяти. Для современных игр такого железа будет мало, но для обычных сценариев использования, будь то работа в мессенджерах, просмотр страниц в сети или звонки, будет достаточно. Сервисов Google в этот смартфон не завезли, но, как мне кажется, мало кто пользуется ими в бюджетнике. Основное его предназначение – звонки, сообщения, простенькие игры и приложения, а также вебсерфинг. Встроенной памяти немного, всего 32 гигабайта. К счастью, есть возможность установки карты памяти. Ну а что касается автономности, то благодаря батарее емкостью 3020 мАч Honor 9S прекрасно обходится без подзарядки на протяжении целого дня. Еще один представитель Honor в нашем топе – смартфон Honor 9A. Экран у него по меркам других героев подборки большой, его диагональ 6,3 дюйма. Хоть это и бюджетный смартфон, а IPS-матрица у экрана хорошая. Углы обзора широкие, цвета насыщенные, а яркости будет вполне достаточно для просмотра информации на улице. Главным достоинством этого смартфона является его аккумулятор, емкость которого 5000 мАч. Так что если не налегать на интернет и просмотр видео, то заряжать Honor 9A можно будет раз в два дня. Что касается фотосъемки, то для своего ценового сегмента снимает смартфон хорошо. При достаточном уровне освещения основная 13-мегапиксельная камера позволит сделать неплохие кадры. Выпускается Honor 9A в одной версии на 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За производительность в нем отвечает уже упомянутый ранее процессор MediaTek Helio P22. С работой приложений и простыми аркадными игрушками аппарат справляется хорошо. И если не перегружать смартфон одновременно несколькими задачами, то тормозов не наблюдается. Из особенностей Honor 9A хочется отметить наличие быстрого сканера отпечатка пальца и NFC-модуля. А вот сервисы Google этот смартфон, к сожалению, не поддерживает. В общем, Honor 9A я могу порекомендовать тем, кто пользуется смартфоном в основном для звонков, и ему важна длительная работа телефона без подзарядки. Следующий герой – Huawei Y8P. Он имеет экран диагональю 6,3 дюйма с OLED-матрицей и присущий ей качественной цветной картинкой. Углы обзора у него широкие, разрешение высокое, так что смотреть различный контент будет комфортно. Также этот смартфон примечателен долгим временем автономной работы благодаря аккумулятору, емкостью 4000 мАч и хорошим качествам съемки. Основная 48-мегапиксельная и 16-мегапиксельная фронтальные камеры смартфона делают отличные снимки как днем, так и ночью. Да, качество флагманов ему, разумеется, далеко, но в своем ценовом сегменте Huawei Y8P – один из самых достойных вариантов по качеству съемки. За производительность смартфона отвечают процессор Kirin 710F и 4 ГБ оперативной памяти, которые обеспечивают быструю работу интерфейса и приложения, а также позволяют комфортно играть во многие игры, правда не на высоких настройках. Встроенной памяти у этого смартфона 128 ГБ, но если этого вам покажется мало, то в него можно будет дополнительно установить и карту памяти. В общем, это отличный среднебюджетный смартфон, но стоит учесть, что в нем нет сервисов Google. Но если вас такой недостаток смартфона не смущает, то Huawei Y8P станет отличной покупкой. Завершает наш ТОП ZTE Blade A3 версии 2020 года. Этот смартфон компактный и легкий. Держать и пользоваться одной рукой им очень удобно. Диагональ экрана у него 5,45 дюйма, разрешение 720 на 1440 пикселей. Для такой диагонали в самый раз. Сердцем смартфона является четырехъядерный процессор Unisoc SC9832i, работающий в связке с одним гигабайтом оперативной памяти. По современным меркам это очень слабое железо, но благодаря тому, что ZTE Blade A3 работает на базе операционной системы Android Go Edition, сильных подтормаживаний в работе интерфейса не наблюдается. Что касается фотовозможностей, то это не сильная сторона смартфона, он получил основную камеру на 8 мегапикселей и фронтальную на 5 мегапикселей. Сделать нормальные фотографии на них можно разве что при хорошем освещении. Ну а что касается аккумулятора, то его емкости в 2600 мАч вполне хватает на целый день работы без подзарядки. Может возникнуть вопрос, почему я добавил в топ этот смартфон с такими характеристиками. Дело в том, что в нем есть NFC-модуль, и это выгодно отличает ZTE Blade A3 2020 от других бюджетных смартфонов со схожей ценой. Так что если вам нужна недорогая звонилка с возможностью совершать платежи, то такой смартфон вам подойдет. На этом у меня все, друзья. Ставьте лайк, если вам понравился данный топ и напишите в комментариях, какой из смартфонов вы бы купили. Напомню, что сравнить их стоимость вы можете на специализированных сервисах, ссылки на которые оставлены в описании. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. И чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена.